Здравствуйте! Сегодня попытаемся восстановить дверь, заднюю крышку двери багажника от Volkswagen Passat B3. От нее здесь уже мало что осталось. Вся рамка сгнила, стекло я достал, где-то снято, здесь тоже ничего нет. Начну с того, что располовение ее пополам на две части, внутренняя и внешняя обшивка двери. Для этого я срежу вот эти кронштейны и развальцую по периметру вальцовочку. Вот здесь я уже начал развальцовывать, чтобы достать. Принял решение не восстанавливать капитально заднюю дверь, а просто наделать латок. В общем, вырезаю гнилой металл. Изготавливаю из металла. Вот такие вот латки. Латки. И все будет изготовлено из латок. Вот здесь и дырочки. Все это будет с латками. Вот так это будет выглядеть изнутри, потом это будет замазываться герметиком. Герметиком. Грутоваться, краситься. Вот это уже латка здесь. После приварки каждой латки снизу металл я отрезаю. Вот старый. Старый металл нужен только для того, как шаблон. И после приварки каждой латки ставим стекло. Вот так вот. Чтобы не ошибиться. Вот здесь все в латках. Все в металле. Щелище пока есть, но это все подправится. Обварил рамку по кругу. Вот такая вот латка получилась. По кругу, по кругу. Это я уже поставил примерять стекло. Здесь вот латки, латки у меня. Вот так это выглядит внутри пока что. Наконец-то к концу дня я заварил все латки, которые только мог найти. Все дырочки. Вот здесь я уже начал замазывать герметиком. Вот это нижняя часть двери. Она у меня выглядит вот так. Внутри приварена латка. И снаружи также латка, которая завальцовываться будет на герметик. Вот завальцевалый здесь. А здесь тоже вот латка. Далее обмазываю все герметиком. Все швы изнутри промазываю обильно герметиком. Вот здесь тоже латка. И здесь еще латка. Изнутри швы промазал герметиком. И теперь буду клеивать стекло. Вот, просмотрел зазоры, какие у меня получились. Между упрышкой и стеклом. Они вполне себе небольшие. Вот так сейчас выглядит крышка. Вся в латках. Стекло вклеено. И пока сохнет герметик, нанес первый слой шпаклевки. Завтра буду зачищать, грунтовать, красить и уже ставить. После многочисленных шпаклевок и покрасок, докрасок, вот такая вот дверь в конечном итоге получилась. Здесь, конечно, кромка получилась не очень. Кромка, где переход на стекло. Вот такая вот получилась. Здесь не очень красиво. В принципе, для рабочей лошадки все это пойдет. Вот здесь вот у нас было. Латки, латки, шпаклевки. Здесь латки были. Все это зашпаклевалось, затерлось и закрасилось. Кроме того, еще покрасил внутри в черный цвет. Поскольку краска закончилась, все внутренности были окрашены черной краской. Это вот последний слой, который я добавил в эти щели. Все вот с лаком краска проникает везде. Это вот я все здесь вырезал внутренности и сделал свои такие латки. Вместо гнилья.